Помидоры. Нам надо, значит промыли хорошенько, делаем надрезы на кожу, мякоть сильно не надо. Такие делаем крестики, не с этой стороны, а вот с этой. Надрезы заливаем кипятком. Думаю, многие знают, но показываю для тех, кто, для новичков, которые не знают. Смотреть, кожа если исходит, значит можно сразу в холодную воду. Зависит от помидор, конечно. Если толстокожая, могут немножко подольше сходить. Если тонкая кожа, то быстрее получается. Смотрим, кожа сходит, все, кладем в холодную воду. Если там немножко так не очень легко сходит, ничего страшного, холодной воде будет легче выливать. Теперь смотрите, что я делаю. В принципе, можно вот эту часть убрать и сразу пропустить через мясорубку. Но я не люблю косточки внутри помидоров, потому что они, когда в банке остаются надолго, они там твердеют. Потом это даже при варке, она не смягчается, это ощущается очень сильно во рту и это неприятно. Но мне не нравится. Кого это не смущает, можете вместе с косточками, будет быстрее. Но вот мы делаем вот так вот обычно. Разрезаем. Все равно здесь помидоры надо нарезать, потому что в мясорубку она не помещается. Смотрите, пальцем. Это научила нас бабушка Рая. Просто пальцем убираем косточки и этот самый сок получается здесь в один тазик. А это в мякоть, в другой тазик. Все равно придется нарезать. Это на самом деле очень легко делается. Вот. Пальцем в один прием, в два приема все очистилось. Можно пропустить через мясорубку, потом через сито. Но, во-первых, это очень долго будет. Во-вторых, через сито вот эта мякоть, большинство мякоти останется наверху вместе с косточками. Не пройдет некоторая часть через сито. Поэтому, чтобы не терять, во-первых, мякоть, так вот, так мы делаем сколько лет уже. Вот. Это лайфхак от бабушки Рая. Если что, все вопросы к ней. Итак, вот мы разделили мякоть, а это вот жидкость вся с семечками. На самом деле, все делается быстро. Главное, приноровиться. Вот. Конечно, если большое количество, это все равно труд любой, значит, любой заготовки зимней. А это, конечно же, труд. Но что поделать. Самое сложное вот мы сделали, самое сложное позади. Теперь вот мы сначала прокручиваем вот эту мякоть. Эту жидкость мы никуда не выбрасываем, не выливаем. Покажу, что я буду делать дальше. Все, вот я прокрутила мякоть. Теперь, если вы просто будете замораживать, то вот это идеальный вариант для заморозки, где жидкости мало, да, чтобы там не вытекало ничего. Но вот эта жидкость нам нужна для варки. Без него, во-первых, помидоры хорошо должны провариться. Это раз, чтобы они не испортились. Если мы не будем добавлять эту жидкость, то она быстро подгорит, прилипнет ко дну. Нам вот эта жидкость нужна. Но, видите, здесь семечки. Все равно здесь какая-то часть семечек все равно прилипает. Где-то не замечаешь, где-то что-то остается. Но, конечно, не такое количество, как это самое. Можно сразу через сито пропустить, но это долгий процесс. Я вот себе облегчаю вот так вот задачу. Сейчас вот так вот буду держать. Берем жидкость вместе с семечками и включаем мясородку. Из того, что здесь нет практически мякоти, ну то, что около семечек, маленькие кусочки, это не считается. Из того, что здесь нет мякоти, конечно, быстрее все проходит. Посмотрите, сколько семечек. Это все вот при варке, она такая крепкая становится, что потом это все очень неприятно кушать. Через сразу сито тоже сложно, поэтому через мясорубку она как бы его, ну, легче так получается счищать. Все, эти семечки сейчас уберу и продолжу. Вот так вот. Все, ставим вариться. У меня количества очень много, поэтому займет побольше времени. Будет зависеть от количества вашего. Вот видите, несколько штук все равно плавать, которые как-то все равно пробрались. Но это все равно ничто по сравнению с тем, что было бы вместе с семечками. Вот. Вот сколько семечек. Жидкость должна увариться. Насколько жидко, вы уже сами должны решить, как вам нужно. Но желательно жидкости, чтобы было совсем мало, чтобы она не испортилась. Сейчас начнет закипать. Я засеку время, приблизительно у меня сколько это заняло. Еще раз говорю, зависит от того, сколько у вас помидоров. Теперь, когда у нас активно кипит, собираем пену. Теперь, значит, когда активно кипит, добавляем соль. Соль по вкусу. Добавляю пока что 2 столовые ложки. В конце буду смотреть. Пока жидкости много, она еще уварится, чтобы не пересолить. Соль вообще придает вкус, и он не даст испортиться. Соль нужна обязательно. Сахар я не добавляю, только соль. Главное хорошенько прокипятить, чтобы не скисло. Пока еще очень жидкое, только начало кипеть активно. Соль у меня крупная для консервации. Без йода. Использовать... Я использую зимой, допустим, маленькие баночки. Использую для супов и обедов, чтобы... Ну, сильно открытые баночки, чтобы не портились. После того, как откроется, надо держать в холодильнике. А большие банки, вот 800-граммовые, если закрыть, мы их используем для пиццы, для спагетти. Если мы делаем спагетти в томатном соусе, то 800-граммовая банка как раз именно то, что надо. А если чисто для супов, то маленькие банки подойдут. Все, часто мешаем, когда будет сильно кипеть. Смотрите, сколько у меня варилось уже. Вот, пену периодически собираем. Надо, чтобы именно вот этот сок сам уварился. Его можно было бы не добавлять, но тогда, как бы, помидоры не приготовятся так вот, как надо. Они просто сгорят. Ну, подгорит дно. Вот, видите, уже брызгается. Значит, уже совсем чуть-чуть осталось. До этого она не брызгалась. Значит, жидкости здесь совсем мало, поэтому начинает брызгаться. Вот, уже видно, да, что густота. Вот, еще видите, жидкости много. Чуть-чуть надо, чтобы ее... Ну, она должна быть, но не так много. Сейчас еще немножко. Просто у меня количество большое, поэтому делайте это долго. У вас, если вы на 1-2 килограмма будете делать и в кастрюле побольше, где-то 30 сантиметров, допустим, диаметром кастрюли у вас будет, то вам хватит и где-то 30 минут, где-то 40 минут. Зависит от плиты, зависит от кастрюли. А у меня здесь очень много, поэтому готовится она немножко подольше. Здесь я вот... Где-то около часа сейчас будет, пока я варю. Еще, наверное, минут 15. Мне кажется, хватит. Скажу вам точно. Вот, смотрите, какая густота. Вот. Видите? Видите, сок есть, но его очень мало. Если остановиться, здесь собирается жидкость. Вот по жидкости вы определяете густоту. Если жидкости много собирается, пока вы не мешаете, тогда, значит, надо еще проварить. Если жидкости совсем мало, вот как сейчас у меня, сейчас если перемешаю, жидкости совсем мало осталось. Видите, в два раза даже больше уварилась. Варила я где-то час-десять минут. Все зависит от помидоров, от плиты, от посуды. То есть, вот, посмотрите, консистенция вот такая, густая, да, жидкости мало. Значит, все, посмотрите, вы остановились. Здесь жидкости собирается очень мало и уже брызгается сильно. Значит, все, можно уже выключать. Но я не буду выключать, я поставлю совсем на медленный огонь, потому что я буду закрывать по одной, чтобы остальное не остыло. Буду это самое, чтобы она оставалась горячей. Мешаю совсем на минимум, просто чисто для подогрева. И заполняю в баночки. Баночка обязательно стерилизованная. Баночка и крышки стерилизованная, баночка должна быть сухая. И вот так вот мешаем. Соль я посмотрела нормально, больше я соль добавлять не буду. Две столовые ложки на такое количество большое хватает. То есть, соли совсем чуть-чуть, чисто для того, чтобы она не портилась. И вкус будет лучше, чем совсем пресный, допустим. Все, заполняем горячими сразу же. В горячем виде банки. Поворачиваем, даем остыть. Так заполняем все остальные банки. Я все закрыла, перевернула, даю остыть. Потом положу в кладовку. После того, как открою, уже буду использовать, но не все, если. Тогда положу в холодильник. Потому что в открытом варианте надо хранить только в холодильнике. Рассчитывайте на то, допустим, что у вас уваривается ровно половина. Не ровно половина, а может даже чуть больше половины. Допустим, если вы хотите закрыть килограмм помидоров на две полулитровые банки, тогда вам нужно взять где-то около двух килограммов помидоров. Может даже чуть больше с запасом на всякий случай, чтобы банки не были такие полупустые. Вот. Так что вот это тоже учитывайте. Ну, а у меня все. Всем пока-пока. Продолжение следует...